Группа, которая правильно между собой начинает реагировать, выходить над уровнем собственного эгоизма, соединяется между собой вопреки своему естественному отторжению взаимному. Вот такая группа может превратиться в очень интересный, серьезный детектор, исследовательский инструмент, с помощью которого мы можем затем действительно находить, локализировать особые источники, вибрации, ощущения. Да, это можно. Какая единая цель должна быть у этой группы? Только для того, чтобы оздоровить других. А иначе нет. Если эта группа существует в равновесии с природой, а природа вся неравновесна, неравновесна из-за человечества, то эта группа будет чувствовать огромную потребность оздоровить человечество. То есть человек туда приходит изначально для того, чтобы оздоровиться. Да. Но потом в процессе он понимает, что если ты не оздоравливаешь всех остальных, если ты не влияешь положительным образом, то у тебя не может быть выздоровления, потому что это часть всей этой системы. Это так же, как сегодня на любых других уровнях мы чувствуем. Человечество взаиме связано, и поэтому несчастье в одном месте кочует в другое место. И поэтому до тех пор, пока ты не исправишь все, то ты сам так же не исправишься, не выздоровеешь, не излечишься.